Приветствую вас. Я бы, наверное, хотел начать свой ответ с такого вопроса вам. Вот вы говорите, да, преодолеть конфликт внутренний вы хотите. А вот преодолеть конфликт внутренний это как? Так. То есть подавить себе чувства, подавить эмоции, представить чувство за этот конфликт. Как вы хотите его подавить? До этого, вот, до сих пор, как вы жили, когда вы, может быть, встречались, значит, с мужчиной, да, вот с этим вот женатым, женатым, да, то вы, можно сказать, этот конфликт как бы подавили так-то. Понимаете? Так. Как бы и легче вам не стало. Поэтому для начала надо определить, что вы понимаете, что вы понимаете, что вы подразумеваете под справиться с конфликтом. как это вообще. Потому что, на мой взгляд, это, ну, не очень понятно. Не очень, не очень понятен этот момент. Вот. Это первое. Это первое. То, что я хотел сказать вам. Второе. Второе. Понимаете? Вот подавив конфликт, да, если вы его... эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Потому что, все равно вас это будет беспокоить, так или иначе. И здесь, мне кажется, имеет смысл не подавить конфликт, а наоборот раскрыть его. Ну, постараться, по крайней мере, его раскрыть, чтобы понять, о чем, собственно говоря, идет речь. То есть, как вот так получилось, что вы начали встречаться с женатым мужчиной, несмотря на то, что заявили откровенно, что женатые мужчины вас не интересуют. Вот. То есть, здесь, как бы, в глаза бросаются очень стойчивые. Пишите, что его ухаживания были очень настойчивые. В итоге мы стали встречаться. Вот. То есть, в итоге стали встречаться, то есть, вы в итоге согласились. Как вы согласились? Почему вы согласились? Да? То есть, это вот то, что, ну, собственно, нужно исследовать. Нужно исследовать этот момент, вот, чтобы понять, как так вышло. Что вы согласились, что вы согласились встречаться с мужчиной, несмотря на то, что перед этим сказали ему, что, ну, не желаете быть женатым. То есть, получается, вы изменили себе. Вот. А это вот такой момент, и его тоже очень желательно исследовать. А дальше, ну, дальше я полагаю, что весьма полезно было бы рассмотреть ваш, допустим, развод, который у вас был. То есть, ну, развелись вы с мужчиной, я так полагаю, не случайно со своим мужем. И это тоже желательно исследовать, какие у вас впечатления остались от того, что вы развелись. То есть, это все очень важная история, очень важный момент, который необходимо проработать. Что касается того, что происходит сейчас, то, ну, опять же, во всем счету вы описываете только лишь последствия ситуации, да. То есть, вы описываете именно следствие ситуации, а не причины. То есть, причины ситуации, ну, вообще вы не описываете. То есть, как вы пришли к этому, да, и так далее. Вот. Это нужно исследовать тоже. И, соответственно, после того, как это будет исследовано, я полагаю, что вы сможете увидеть для себя причину того, что сейчас происходит. То есть, совершенно очевидно, что после развода у вас появился какой-то страх сближения, либо он был еще до развода, еще в браке. Вот. И связано это, ну, вот, с тем, что вам, очевидно, самой по себе, да, ничего не интересно. То есть, это вот, особенно, особенность восприятия близости с мужчинами, плюс, плюс, плюс потеря личностного смысла. Вот. Вот. Вот это то, что нужно вам исследовать. Ну, и личный ответ, ну, конечно, потому что, когда вы пишите, что даже его украшивания были настойчивые, и в итоге мы стали встречаться. Ну, это полная, полная личная безответственность. Хотя я вас не обвиняю, но, просто, это нужно проработать. Как проработать, ведь вам было, вам было больно, когда вы уходили от женатов. То есть, с чем эта боль была связана, это тоже нужно, 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 нужно рассматривать. Вот. Все это, может, можно сделать на терапевтической беседе, выбирайте себе психолога и начинаете работать. Вот. То, что вы написали свой возраст, то, что у вас есть ребенок, то, что вы развитили около трех лет, но это информация особо не добавляет. Нужно именно расспрашивать вас, все разбирать, беседовать, тогда, я думаю, будет уже больше, ну, более, более-более все понятно. То, что происходит. Вот так, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете написать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.